Меня зовут Альфред Зиен. В Яндексе я занимаюсь браузером под ОС. И последние полгода я занимаюсь Алисой. Если кто-то еще не знаком с Алисой, давайте я вас немного с ней познакомлю. Привет, как тебя зовут? Алиса. Расскажи о себе. Голосовой помощник в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный голосовой помощник. Шутка. Спасибо. Я стараюсь. Итак, сейчас, в следующие 20 минут, я отвечу вам на три вопроса. Во-первых, как устроен был процесс разработки Алисы? Какой стек технологии мы выбрали и почему? И как мы интегрировали Алису сразу в Яндекс.Браузер и приложение Яндекса? Начнем с процесса. Саша уже очень много рассказывал про процесс. Я скажу несколько слов буквально конкретно про наш пример. Мы начинали делать Алису в мае этого года. Сначала я был один. Потом через три месяца присоединились еще три человека. Два. Два человека. Нас было трое. И по одному человеку к нам периодически подсоединялись для помощи по интеграции. У нас было свое демо-приложение, где была только Алиса. Мы тестировали там все самые последние фичи. Они находили баги, давали это приложение тестированию. Они тоже находили баги. И все это происходило до интеграции, что довольно серьезно ускорило нашу разработку. Что касается стек технологий. Первый вопрос, который возникает при выборе стек технологии, это на каком языке вам писать. Мы выбирали между двумя языками. Это Objective-C и Swift. И сейчас я расскажу про некоторые критерии, на которые мы ориентировались при этом выборе. Первое. Когда вы делаете компонент, который будете раздавать нескольким командам, вам важно его распространять, собственно. У вас есть при этом два варианта. Первый — это распространять исходным кодом. Для этого вам важна source compatibility, то есть обратная совместимость сорцов. Тот код, который вы написали, должен компилиться с будущими версиями языка. Наверное, многим из вас здесь известна проблема, когда вы на VVDC анонсируете новую версию X-кода, вы ее качаете, там новый Swift, вы его пытаетесь скомпилить в проект, правите все ваши ошибки компиляции, но у вас в проекте все равно не компилиться, потому что есть несколько библиотек, на которые вы подтянули, и, соответственно, не можете скомпилиться. В Objective-C всей этой проблемы нет. Уже очень давно, уже лет 10, может, больше. Второй вариант, которым вы можете распространять ваш компонент, это уже собранной библиотечкой. В этом случае вам очень важна такая штука, как API-стабилити, о которой Apple постоянно говорит, но никак не может сделать. Что это значит? Это значит, что вы можете все свое приложение собирать одной версии языка, то есть Swift, а библиотечка может быть собрана другой версией Swift, например, недавно вышла 4.0.3, а библиотечка собрана 4.0.2, и она должна спокойно подлинковаться и запуститься. В систе этого нет, мы очень ждем этого. Ждем этого. В общем, очень. Третье, что нам важно, это статическая линковка. Статическая линковка хотя бы позволяет не сильно замедлить скорость запуска приложения, в отличие от динамической, мы очень четко видим на наших метриках, когда мы какую-то добавляем динамическую библиотеку, и она, ну, в общем, графика идет вверх, поэтому статическая линковка очень важна. Она появилась в Xcode 9, когда мы выбирали язык, собственно, мы об этом не знали, но спасибо большое Apple, что это у нас теперь есть. И, ну, конечно же, Swift — это очень круто, мы его любим, Type Safety, дженерики, протоколы, ориентированное программирование и все вот это. Это очень круто, но тем не менее вы выбрали Objective-C из-за того, что его, ну, проще распространять. Далее. После того, как вы определились с языком, вам нужно определиться с код-стайлом. Мы в браузере очень трепетно относимся к нашему код-стайлу, к коду, чтобы он всегда подходил к код-стайлу. Это имеет очень крутое, как сказать, очень крутое преимущество того, что вы смотрите на ваш код, и он везде единообразен, он понятен для чтения. Но также это доставляет некоторые неудобства, например, такого плана. Вы написали какой-то код, закоммитили его, сделали pull-request, и тут ревьюверы вам говорят, а вы тут забыли пробел, тут потерялся отступ или еще что-то. Это не очень приятно, но вы терпеливо все это правите, выкатываете еще раз, а ревьювер другой проснулся и еще увидел у вас что-то нехорошее. И это, хотя не занимает очень много времени, но тем не менее не очень хочется это делать. Поэтому мы в Алисе подошли немножко к этому радикально и полностью оптимизировали код-стайл. Вот это вот, кстати, прошу заметить первая строчка кода за сегодняшний день на этой презентации. Она притом на баше даже. Вот эта строчка скрипта, она экономила нам просто тонну времени. Тонну времени экономила, и она весь скрипт проходит по проекту всего за три секунды, что как бы не может не радовать. Если у вас, конечно, огромный проект, вам придется ее как-то прооптимизировать, потому что это очень наивный подход. То есть он просто берет все файлы и прогоняет по нему форматор. Так как мы используем язык, которому уже скоро будет, наверное, или уже 30 лет, мы очень сильно опираемся на статический анализ кода. Во-первых, мы включаем флажок V-error, который поднимает автоматически все ворнинги компилятора предупреждения до статуса ошибок компиляции. Мы также использовали в Алисе немножко радикальный подход. Мы включили вообще все флажки компилятора, все диагностики, которые там есть, за что отвечает флажок V-everything. Ну, на самом деле, мы там парочку отлучили, потому что они слишком вредные. Но тем не менее. И мы используем статический анализатор, который очень полезен. Мы много багов отлавливаем им очень рано на компиляции. Например, в которой очень часто он ловит баги, связанные с ретейном релизом в C-коде. Теперь поговорим про то, как мы интегрировали наш компонент в приложении Яндекса и Яндекс.Браузер. Сначала хотел бы отвлечься и поговорить вообще про статус сторонних компонентов в вашем коде. В первую очередь, когда вы принимаете решение о принятии того или иного компонента в ваш код, вы смотрите на продуктовость. Насколько важен этот компонент с точки зрения продукта? Как это улучшит счастье пользователей? Как это улучшит ваше счастье? Как это ускорит разработку, возможно? Второе, на что вы смотрите, это на качество кода. Насколько много там багов? Насколько хорошо и активно компонент мейнтейнется? И количество issue на GitHub, в конце концов. И третье, на что мы смотрим, это возможность контроля. Возможно, это покажется немножко непонятным, но сейчас я попробую привести аналогию. Представьте, что вы хоббит, вас зовут Бильбо Бэггинс, и к вам приходят 13 гномов в гости. Они начинают вас в норе вашей все крушить, ломать, есть вашу еду, курить ваш табак и заниматься всякими такими не очень хорошими вещами. А вы все, что можете сделать, это просто стоять и смотреть. Вот нам кажется, что в мире все-таки библиотек в iOS происходит примерно похожая ситуация, когда вы затягиваете себе несколько, может быть, даже несколько десятков библиотек, вы перестаете терять, наоборот, теряете контроль над вашим кодом, кто куда лазит, кто куда что пишет, и все такое. вот, и в Алисе мы старались на это как-то повлиять и изменить это состояние вообще. То есть хотели сделать так, чтобы Алиса была хорошей гостью. для этого нам помогло два правила, которые мы определили. Во-первых, мы очень четко определили границы обязанностей компонента, то есть то, что Алиса должна делать и что не должна. И второе — это возможность влиять на поведение компонента снаружи. Вот как раз эти два пункта, возможность изменения поведения компонента снаружи, при этом не меняя сам код компонента, это практически определение inversion of control или инверсия управления. Мы используем одну из форм inversion of control, это dependency injection, или сокращенно DI, процесс предоставления внешней зависимости программному компоненту. Класс. То, что нужно. В Алисе мы очень активно его используем. Мы используем как зависимости, требуемые от хатста, очень много всего, и несколько примеров я сейчас покажу на примере кода. Вот, например, Яндекс.ПичКит. Это речевая технология, извините, библиотека речевых технологий от Яндекса, которая обеспечивает вам распознавание, синтез речи и даже некоторый транспорт с сервером. Для чего это нужно? Для чего мы просто не возьмем себе, не заиспользуемый спичкит, ну, просто напрямую? Зачем его закрывать протоколом и вот это все городить? Представьте такую ситуацию. Вы обновляете вашу библиотеку, которая ссылается непосредственно на другую, но в этой обновившейся библиотеке поменялось имя класса. И вы не можете больше это скомпилить, потому что класс, который требует, например, Алиса, уже нет в спичките. Это проблема и в данном случае она решается просто тем, что вы меняете немножечко адаптер, который реализует этот протокол и вы можете таким образом плавно обновлять библиотеки сторонние, не ожидая, пока все остальные зависимости подтянутся и тоже обновятся на новые спички. Второй пример, который я хотел привести, это хранилище, персистентное хранилище. У нас есть асинхронная и синхронная его версия. Для чего это нужно? Ну, чтобы не писать лишнего кода, например. Во всех, наверное, приложениях, которые вы писали, вы писали какую-нибудь обертку над файловыми менеджерами и делали какое-то персистентное хранилище. Также оно есть в браузере и в приложении Яндекса не обязательно его заново писать. Это лишний код, который нужно поддерживать, тестировать. А в приложении хоста, скорее всего, есть уже хорошо оттестированный компонент, который может вам просто удовлетворить этот интерфейс. сеть. Алиса не ходит в сеть через свой сетевой стэк. Она представляет вот такой интерфейс и в общем-то хост приложения предоставляет реализацию этого интерфейса и, например, с помощью вот этого такого подхода в браузере работает из коробки практически технология Turbo в Алисе. То есть они просто реализуют этот протокол на основе своего сетевого стэка и, если вы включаете Turbo, соответственно, Алиса ходит через Turbo. Более простой пример аналитика. Приложения Яндекса и браузер немножко по-разному логируют аналитику, да и вообще было бы странно, если бы мы затягивали себя от метрику и что-то логировали. Ну, простой интерфейс, который трекает различные события или ошибки. Логирование. Вы, наверное, часто тоже сталкивались с такой ситуацией, что вы также внедряете к себе несколько компонент и в один момент вы понимаете, что в консоли куча-куча-куча-куча всего, какие-то символы, которые вы не понимаете и не понимаете, зачем они вообще вам нужны и зачем они там существуют. Вот. Так как консоль это, мне кажется, часть вашей как среды разработки, ее мусорить нехорошо. Поэтому в Алисе мы, например, сделали такой интерфейс довольно простой, который реализует приложение хоста и может писать или не писать это куда угодно. Вот. Например, с помощью такой штуки в браузере сделали логирование ивентов, ну, то есть логов с уровнем warning или error сразу в апметрику, и мы понимаем, что у нас что-то идет не так даже в проде. И в приложении Яндекса, например, есть замечательная дебаг-панель, в которой есть вкладка логи. Вы можете туда зайти и посмотреть все логи, которые пишутся вам, ну, иначе писались бы вам в консоль, а они есть на девайсе, и это мегаудобно, когда вы отдаете сборку тестированию, она нашла какой-то, ну, тестирование нашло какой-то баг, и вам, кроме шагов воспроизведения, а возможно их и нет, вам прилетает еще и куча логов, в которые вы старательно писали все ваши события, и можете по этим логам понять, что пошло не так. Вот, и в приложении Яндекса есть сортировка по тегам таких логов, то есть вы можете отметить тег Алиса, и смотреть логи только Алисы. Вот, и с помощью вот такого параметра tags мы обеспечили эту работу тоже, можно сказать, из коробки. Также в Алисе мы с самого начала разделили весь код на две части, это модель и UI. В модели хранится все состояние, вся бизнес-логика, и модель, что важно, не зависит от UI-кита. Вот, я чуть попозже объясню, почему это важно. и модель инъектируется в UI с помощью property injection, то есть модель и UI вообще могут жить обособленно, UI даже можно показать без модели, хотя она ничего не будет показывать. Вот, что касается тестов, Алисе, тесты, как мы уже с вами посмотрели, уже многие сервисы, которые выполняют распознавание операций с сетью, с файловой системой, уже внедряются в компонент как зависимость. Также UI и модель друг от друга отделены, и поэтому у вас появляется огромный простор для юнит-тестов, для функциональных тестов. Функциональные тесты — это когда вы тестируете всю вашу бизнес-логику целиком. И снапшот-тесты или UI-тесты, если вы напишете фейковую модель и подпихнете ее в UI. Да, и я говорил, что модель не зависит от UI-кита, то есть там нет нигде импорт UI-кит, поэтому модель можно собрать под макось и запустить тесты из командной строки, что очень сильно ускоряет проход тестов, вам не нужно запускать симуляторы, это очень удобно. Что касается Алисы, с точки зрения бережного отношения к ресурсам, у нас есть три ресурса, это процессорное время, память и размер итогового бинарного файла, то есть размер вашего бандла, который вы поставляете пользователям. Я сейчас расскажу не вообще об оптимизации этих трех параметров, то есть это всегда хорошо всем делать, а что именно нужно делать разработчику сторонних компонент, чтобы быть вот именно хорошим гостем в хост-приложении. Например, скорость запуска. Большинство разработчиков сторонних компонентов, ну не большинство, хорошо, некоторые разработчики сторонних компонент пытаются, ну вот, когда вы вызываете там shared instance, initialize или configure, значит, сделать там все вообще. Во, нас наконец-то запустили, мы там вот сейчас короче сходим в сеть синхронно, сходим на диск синхронно, все что угодно там будем делать, вот это замедляет естественно скорость запуска, если вы, ну то есть вам приходится откладывать запуск этой компоненты, чтобы он не творил там всякой дичи. Вот. в команде Яндекс.Браузера есть очень суровые метрики по скорости старта, есть специальная команда, которая эти метрики постоянно оптимизирует, вот, и один из способов этой оптимизации, они откладывают просто вот запуск вот этих тяжелых компонентов от момента старта дальше, 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 пока пользователь не покажется UI, и потом уже там делай что хочешь. Вот. В Алисе мы сделали очень легкую инициализацию, когда вы делаете, ну, условно, Алиса alloc.init, вы там освобождаете память под, может быть, десяток другой компонентов, объектов, и, соответственно, строится граф зависимости между ними. Вот. Поэтому Алису откладывать не нужно, и если вы откроете Яндекс.Браузер, она будет доступна сразу. Что круто. Что касается памяти. Ну, тут кроме, опять же, общих вещей по оптимизации памяти, нужно предоставлять приложению хосту способ очистить ваши кэши. То есть, представьте такую ситуацию, пользователь заходит в приложение, спрашивает Алису, там, открой мне что-то, что-то, потом переходит на сайт, туда-сюда, туда-сюда. Алиса уже закрылась и давно освободилась из памяти, но при этом у вас еще там лежат какие-то кэши, картинок. Их по-хорошему нужно вычищать. Но зачастую, опять же, разработчики сторонних компонентов не парятся об этом и просто они лежат там и лежат. В общем, стоит давать возможность приложению их освободить. Ну и загружать ресурсы только по необходимости. Это такой общий совет. Это всегда хорошо делать. В Яндексе, по крайней мере, в команде Яндекс.Браузер есть такая штука как 20%. Мы 20% времени делаем задачи, которые мы хотим сделать, нам интересно, но при этом на них не находится места в плане менеджеров или продуктологов. Одна из таких вещей, которую мы сделали в Алисе, как раз в рамках 20% это мы сделали утилиту, которая генерирует Core Graphics Code из PDF-изображений. Вы, возможно, знаете, что файл PDF содержит в себе шрифты и картинки и всякие другие бинарные данные и плюс команды на языке PostScript, которые соответственно отрисовывают саму PDF. Так вот, команды на языке PostScript это язык от Adobe, например, с помощью него ваш компьютер общается с принтером. Вот, команда на языке PostScript очень хорошо маппится в код рисования Core Graphics. И мы сделали такую утилиту, которая, соответственно, парсит PDF и выдает вам на выходе код Core Graphics. Вот, пример этого кода это функция, в которой вы передаете контекст, CG-контекст, и он отрисовывает на нем изображение. В данном случае это логотип Алисы начала этой функции. Код получается немножко страшным, и может быть даже не немножко, но на самом деле на презентацию он немножко еще красивее, чем на самом деле, потому что я обрезал все цифры после точки. тем не менее, вы его не поддерживаете, вы на него смотрите как на черную коробку, он отрисовал вам то, что нужно, круто, он протестирован, значит, он работает. Зачем нам это нужно? Для чего мы это делали? Во-первых, мы обнаружили, что такой подход ведет к стократному примерно увеличению скорости по сравнению с UI-image, image-named, потому что вы не ходите на диск, это очень долго. Мы посчитали, примерно получилось image-named отрабатывать за несколько миллисекунд, а наш подход с рисованием отрабатывает примерно за несколько десятков микросекунд. Если у вас не очень сложные векторные изображения, это также уменьшает размер вашего итогового бандла. Если конечно изображение очень сложное с кучей всяких узоров, то кода сгенерится слишком много и в общем выигрыша тут не будет. Ну и вы можете произвольный масштаб создавать, какую хотите для отрисовки. И в Apple, кстати говоря, тоже об этом знают, об этих плюсах. И в Xcode девятом добавилась галочка в X-ассетах Preserve VectorData. Это примерно то же самое. Они кладут векторные данные в бинарь и таким образом тоже не происходит обращение к диску. Но это работает только в S11 и в общем нам не подходит. Ну и вообще это круто. Я, например, узнал, как устроено PDF, как можно генерить код. Замечательно. подводя итог, суммируя наш опыт работы с сторонними компонентами и наш опыт создания стороннего компонента, а ведь для браузера и для приложения Яндекс Алиса является именно сторонним компонентом. Мы сделали такие три правила, может быть, рекомендации, как делать хорошие компоненты, чтобы все остались довольны. Во-первых, вам нужно очень четко определиться с границей обязанностей компонента вашего. Вы должны четко понимать, что оно должно делать, он, компонент. Все, что в обязанности вашего компонента не входит, вы вносите в абстракции и инжектируете из приложения хоста. Ну и, конечно же, бережное отношение к ресурсам хост-приложения особенно в критические моменты, такие как скорость запуска. У меня все, спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Правда ведь, правда ведь круто? То, о чем мы читали в книжках по классическому программированию, dependency injection, всезависимости нужно инжектировать, а тут, опа, Алиса, оказывается, все это использует, и я даже, на самом деле, об этом не знал. Классный подход. Спасибо, Альфред. Теперь у нас секция вопросов. третий ряд, кажется, был первый. Привет, Альфред. Крутой доклад. Особенно понравился вот по поводу этого скрипта. Вы его не планируете выложить, потому что у многих, наверное, тут прикипело и с удовольствием бы его попользовать? Планы такие есть. Окей, а по поводу Алисы и SDK планируется тоже для внешнего использования? Таких планов нет. Точно не будет? Никогда нет. Таких планов нет. Все, понятно. Спасибо. Первый ряд. Кутрявцев Алексей, Вита, привет. Спасибо за доклад. Привет. Я уже думал, не буду вопрос задавать, ну, по крайней мере, хотел себя остановить, но мне назрело. Смотри, ты сейчас рассказал, как у вас все круто в Алисе устроено, что это хороший гость в хост-приложении, что все в нее инжектируется, но при этом в опенсорсных ваших решениях, к сожалению, это не так. Интересует вопрос, почему, и планируете ли вы с этим что-то делать? Потому что, например, Яндекс. Ads SDK тянет за собой там отметрику, та же отметрика при инициализации это очень долго делает, потому что, видимо, всю работу делает при инициализации, и наконец-то меня запустили. Вот, собственно, вопрос я задал, да. Я надеюсь, кто-нибудь в заде из этих команд здесь сидит, и они послушают. Ну, то есть, ничего сказать не можешь. Окей. Я надеюсь, что в этом зале кто-то сидит и послушает. Следующий вопрос. Парни в голубой рыбашке. Спасибо за крутой доклад. Про dependency injection действительно классная вещь. Мы похожую вещь на своем, правда, закрытом проекте тоже пытались сделать. И тут назрел такой вопрос. Инжектирование вот всей функциональности, за которую Алиса не должна отвечать, это приятная возможность для хоста или это его обязанность? То есть, к примеру, если я хочу в каком-то приложении сделать, к примеру, прототип внутренний, чисто посмотреть, как это будет смотреться. Мне весь этот стэк надо писать или там есть какие-то дефолтные вещи? Смотри, такая штука как бы у нас тоже в головах была, то есть, не придется ли долго это все писать и пока вы это... На самом деле нет. На самом деле, вот в демо-приложении у нас, где мы, то есть только Алиса, там вот весь этот стэк написан на суперпростых вещах, например, персистентность хранилищ, там написано NS User Defaults. Ну, естественно, стэк, в смысле, поход в сеть, там NS Ural Session и вот. Это очень, ну, как бы, это довольно малое время занимает, но если хочется еще быстрее, то можно всегда сделать дефолтные реализации. То есть... То есть вы их предоставляете, их можно прямо из вашего бандла взять, да? Нет, мы их не предоставляем, потому что пока такой необходимости не было. Но если она будет, это очень несложно писать, опять же, ну, там, копируешь код из демо-приложения и перемещаешь его и говоришь, что это дефолтная реализация. То есть тут это как бы было, это осознанное решение или просто мы как бы не против, нового запроса не было, поэтому не парились пока? Нет, мы не против дефолтных реализаций. Это все ок. Спасибо. Они будут простые и, возможно, не будут удовлетворять вашим запросам. Восьмой ряд. Вот ваш парень какой? Привет. Спасибо за доклад. Очень интересно. Я хотел узнать, SDK Алисы, ну, условно, насколько это умная штука? То есть, это просто обертка над хождением в сеть на бэкэнды, которые там, типа, разбирают твои слова и ответы, и там какой-то UI. Или какая-то именно логика обработки речи у вас валяется прямо внутри библиотеки? Смотри, все, естественно, мозги Алисы лежат на серверах Яндекса, ну, потому что ты не поместишь такую умную штуку в девайс. А некоторая часть распознавания речи у нас присутствует внутри. Это часть, которая отвечает за голосовую активацию. Если ты, ну, включаешь браузер, ты можешь сказать «Привет, Алиса!» и она активируется. Соответственно, вот эта часть лежит на девайсе. Вот. А, да. И еще один вопрос. Там не очень было понятно, что ваша афишка из Алисы отдает. Но условно там эпловские афишки для работы там с языком, чем-то таким, они довольно там подробные. То есть они выдают тебе теги, что тебе там нашлось в тексте, что-то такое. У вас Алиса условно просто дает текст и все или там еще приходит куча какой-то инфы там типа веселый у нее текст, шутеечка там или что как? Это все контролируется на сервере. Ну, то есть я на клиенте особо на клиент мне приходит просто текст и все, да? Звук. А, даже звук. Окей. Спасибо. Я видел, да, вот несколько рук парень в темном, в темной толстовке, да, и потом за ним. Здравствуйте, спасибо доклад, такой вопрос. Я внимательно слушал, может быть, я все-таки прослушал, я все-таки спрошу, какой, вы используете какой типа dependency injection менеджер для автоматического? Нет. Все вручную? Конечно, да, конечно. Понятно, спасибо. И я видел руку человека практически за ним. Спасибо за доклад. А в каких проектах вы сейчас используете Алису и на какие платформы еще рассчитываете выйти? В каких проектах мы используем Алису? Да, в каких проектах используется SDK Алиса? Ну, в приложении Яндекса и в Яндекс.Браузере. Только в двух. А в каких проектах вы еще бы хотели ее использовать? Мы бы еще хотели. Спасибо.